Однажды я открыл дверь квартиры, вижу бомж. Дал ему тарелку борща, хлеба, воды и пошёл по делам. Должно ли было дать ему больше? Пригласить ли его на ночлег и т.д.? Какова мера милосердия? Александр. Дорогой Александр, ты вообще прекрасный человек. Потому что можно было бы взять бейсбольную биту и погнать этого бомжа от себя по лестнице вниз и дальше на улицу. А ты сделал, как христианин. Ты дал ему еды и воды, и борща, и хлеба. Как и Христос нам сказал, я был голоден, ты накормил меня. В день страшного суда в образе этого бомжа Христос может тебя повстречать и сказать, ты меня накормил борщом и хлебом. Но нужно правильно иметь некую меру в милосердии, потому что не дай человеку умереть, он не даст тебе жить. Слышали вы такую мудрость? Люди Божии, святии. Образову сбытия зрящее, веселимся божественно. Значит, не дай человеку умереть, он тебе жить не даст. Есть много таких ситуаций. Ты его спасаешь, а он тебе на плечи сел. Ты его кормишь, а он тебе вонзил клыки в артерию. Ты ему погибнуть не даешь, а он тебя топит. Это хамство погибающих, это общестандартная вещь. Поэтому, если видишь бомжа, не стремись купить ему квартиру, ибо, скорее всего, квартиру твою, тобою купленную им, он пропьет, потеряет, продаст. И опять будет бомжом. Я, кстати, знаю такие случаи. Я знаю людей, которые занимались этим, которые были очень богатые. И однажды они захотели помогать всем. Нашел бомжа, он ему говорит, хочешь, я квартиру куплю? Хочу, у меня документов нет. Он делает ему документы, покупает ему квартиру, какую-то однокомнатку. А потом, через полгода, видит его опять на улице, в соплях, в дерьме. Где квартира? Продал. Где деньги? Пропил. Где документы? Потерял. То есть он возвращается туда же. И люди, у которых дырка в голове, им помочь деньгами нельзя. Люди жалуются, что денег нет. Это ложь. Это ложь. Деньги есть. Деньги есть. Мозгов нет. И совести нет. И дырка в башке. У кого дырка в башке, тому деньги давать нельзя. На хлеб можно, а так, в большом счете, нельзя. У кого дырка в башке, ты в него дашь ему миллион долларов, у него зашло, вышло, через неделю ничего нет. Где все? Пропил, прогулял, подарил. Короче, не знаю. Не знаю. Еще ночью лег спать, еще было, а утром проснулся, уже нет. Если у человека дырка в башке, а я встречаюсь с людьми всю жизнь, у которых дырка в башке, и им деньгами помочь нельзя, потому что они больные, у них нет ничего за душой, они глупые и нечестивые. Ты ему деньги, они пропали. Не давайте много денег тем, кто опустился вниз. Кто опустился вниз и сохранил душу, он может подняться вверх. Там устроился сторожем, там рабочим, там мешки таскать, там что-то еще, там что-то еще. Глядишь, там где-то там выправил себе документы, там глядишь, там где-то там что-то дворником устроился, глядишь, уже какую-то комнатушку получил, там через 5-6 лет он уже будет магазин свой иметь. У кого с головой все, люкс. А у кого дырка в башке, тому деньгами не поможешь. Поэтому ты бомжу дал борща и хлеба и воды и хватит. И до свидания. И хватит. Иначе ты посадишь его себе на плечи, а он слазить не захочет. И он с тебя будет кровь пить. И потом ты еще будешь должен ему. Поинтересуйтесь этой огромной темой, как людям деньгами помочь нельзя. Вот если был бы у меня, например, миллиард долларов, я бы поостерегся бы давать даже сто тысяч каким-то людям. Потому что он ему дай сегодня сто тысяч, как бы он еще хуже станет через два дня. Ему нужно дать именно возможность душ принять, белье сменить, горячего поесть, дать ему метлу, чтобы работал. Он говорит, я работать не хочу. Ах, не хочешь работать? Пошел отсюда. Дайте им метлу, пусть работают. Подметай его на улицу. Говорит, я не хочу подметать. Не хочешь? Все, борщ закончился. Большинство бомжей именно такие. Дай ему лопату. Говорит, копай мне грядки. Не хочу я копать. Ну и иди отсюда. Все, борща не будет. Так что здесь нужно иметь как бы такую суровую душу. Если нужно, то и пинка дать. А что нет? Иначе вас бомжи замучают. Я когда в Киеве служил, и когда заканчивал службу, у меня было, все бомжи Киева были вокруг храма. И что мне? Там кому-то даешь, там кому-то даешь, кому-то даешь под задницу, чтобы он шел отсюда, потому что приходят там пьяные закусить. Нужно было просто так гонять их просто палкой подальше от храма. Может кому-то даешь, кому-то не даешь, кому-то там даешь, там поесть, кому-то говоришь, давай поработай немножко. Он говорит, не хочу работать, пошел отсюда. Вот такая у нас серьезная жизнь. А что вы думаете? Мы балуемся что ли? Что, Бог с нами балуется? Бог не балуется с нами. Бог уничтожит негодяев, уничтожит. И молодец, и правильно делает. И уже уничтожает, и молодец, и правильно делает. И мы должны быть серьезными людьми. В чем это? В шутки что ли играем? Так что дал борща, дал хлеба, и до свидания. И спасибо, и молодец, и хватит с него. Большинство бомжей это злые люди, которые не желают работать, желают на дармовщину выпить, закусить, как бы, и дальше спать на теплотрассе. А если бы хотели работать и исправиться, работали бы и исправились бы. Есть возможности. Они не хотят. Субтитры создавал DimaTorzok